Как нам всем хорошо известно, мы это почувствовали, что мы вступили в новый календарный год. И в этом новом календарном году я хочу заложить такое некое духовное основание, которое поможет нам как общине и лично каждому исполнить наше призвание. Чтобы мы, исполняя это призвание, имели похвалу и награду от Бога, а также имели в своих сердцах радость от того, что мы исполняем Его волю. И если нам хорошо известно, что мы являемся частью еврейской мессианской общины, и мы понимаем, что нашим призванием является проповедь Евангелия, во-первых, еврейскому народу. Конечно же, мы, понимая новозаветний посыл, который декламирует спасение всем народам, мы проповедуем всем народам. Но призвание еврейской мессианской общины – это проповедь еврейскому народу, во-первых. На основании нашего призвания Бог собрал нас воедино, и Он формирует в нашем обществе определенную культуру. Эта культура присуща только общине Орха-Машиях, и она определяет нас как общину. Смотря на нашу культуру, можно сказать, да, это еврейская мессианская община, свет Мессии. Эта культура, она строится, не может быть культура ни на чем. Она строится на определенных ценностях. И эти ценности – это ценности Божьего Царства. И мы уже с вами поднимали вопрос о ценностях, я говорил об этом, но давайте все-таки вспомним, что же такое ценности вообще. И я уверен, что мы с вами понимаем, что ценность – это то, что имеет определенную цену. Причем не просто, что имеет эту цену, а за что мы готовы с вами заплатить эту цену. В Евангелии от Матвея в 13 главе в 45-46 стихе Ишуа сказал, «Еще подобно Царство Небесное купцу, имеющему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, прошел и продал все, что имел, и купил ее». И мы видим, друзья, что, оказывается, ценности – это не просто что-то абстрактное. Ценности, они подталкивают нас к определенным действиям. Купец, чтобы иметь драгоценную жемчужину, что он сделал? Он пошел и продал все, что имел, чтобы приобрести для себя эту жемчужину. Мы не видим, что написано дальше об этом, но понятно, что если человек, он идет что-то и продает, все продает, чтобы что-то приобрести, то это приобретенное, оно имеет для него цену, и он это хранит, потому что он все дал, чтобы это иметь. Ну, смотря на жизнь человека и на наш такой характер, мы ко всему привыкаем очень быстро, можно сказать, что к ценностям мы со временем привыкаем, и они для нас как бы уже становятся менее актуальны, интересны или важны, но я скажу вам, что действительная ценность, она никогда не может обесцениться. Давайте приведу вам пример из мира материальных ценностей для иллюстрации. Моя супруга подарила мне на 33-летие кольцо, золотое кольцо, и оно для меня ценно. Почему оно ценно? Во-первых, ну, оно золотое, драгоценный металл, как бы имея цену, оно ценное. Но, во-вторых, оно связано с определенной историей жизни моей семьи. И, наверное, все-таки вот это вот второе, оно первое, если взять в ценности. Оно связано с историей моей семьи. Да, бывают моменты, я периодически забываю его носить. Я могу его месяцами не носить, но при всем при этом оно не перестает для меня быть ценным. Я поменял в нем камешек, он стерся, я его бережно храню. Я обещал его сыну, говорю, сыно, когда ты вырастешь, я тебе подарю свое кольцо на 18-летие. Я периодически смотрю на него, и в моем сознании всплывают картины нашей вот серийной совместной жизни, есть какие-то ассоциации, и оно для меня цен. Конечно, когда мы говорим о ценностях украшений, сестры меня понимают больше, чем братья. Но хотя скажу, что, может быть, у братьев есть какой-то набор инструментов. У меня, кстати, тоже был, я когда-то купил себе очень дорогой набор инструментов, он для меня был очень ценный. Почему был, у меня его, правда, потом украли, но очень был ценный набор. Так что братья тоже понимают. Но, друзья, сейчас мы говорим не о материальных ценностях, а о вечных ценностях. Итак, друзья, если мы говорим с вами о нашей с вами культуре, культуре общины Орхомашеях, то можно сказать, что эта культура, она, естественно, созидается на определенных ценностях. Эти ценности вечны. И я уверен, что для многих здесь присутствующих и наших братьев и сестер, которые смотрят нас онлайн, эти ценности, они никогда не могут обесцениться. И эти ценности, они всегда будут двигать нас к определенным действиям. Я скажу, что, конечно, очень хотелось бы, и я думаю, что у нас получится сделать, поговорить о всех наших ценностях. Но сегодня я решил поговорить об одной из наших ценностей. Это ценность единства. Моя проповедь так и называется. Единство – принцип жизни в теле Мессии. И в Евангелии от Иоанна, Ешо, он молился о своих учениках. То есть, он молился и о нас с вами. И сказал следующие слова он. Это Иоанна, 17 глава, 21-22 стих. «Да будут все едино, как ты, отче, во мне, и я в тебе. Так и они, да будут в нас едино. Да уверуют мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Ешо показал на примере его отношения с Отцом единство. Что же такое единство? Как нам его увидеть? Как нам его определить? И единство – это одна из ключевых частей сущности самого Бога. Мы видим, что Ешо на протяжении всего служения, он говорил, «Я и Отец одно. Я в Отце, Отец во мне». Вы помните Евангелие, как он очень часто делал акцент на этом факте. Если мы посмотрим на Троицу, на три единого Бога, в которого мы веруем, то мы увидим выражение этого единства, если сказать на богословском языке, в перехорической общности. Что это такое? Что это за особенное единство? Мы видим, что само существование единого Бога, которое выражено в трех ипостасях, где все ипостася равны на бну. Они имеют всю полноту божественных атрибутов, и мы видим, что среди них жизнь перетекает от одной ипостася к другой. Три как одно. Три ипостася, но един Бог. Един, целостный. Это единство. Оно показано в сущности самого Бога. Но, друзья, сегодня для нас, для современного человека, тема единства, она не совсем уж так и проста. Правильнее сказать, она даже тяжела где-то для понимания современного человека. Причем тяжела она даже для понимания верующим людям. Почему так? Так, и, как известно, мы с вами живем в такую интересную эпоху постмодернизма. Эта эпоха с таким удивительным мировоззрением, очень интересным. Это мировоззрение поставило в центр всего человека. Наше общество с его такими технологическими достижениями пришло к состоянию, которое змея обещала даму и Еве. Я думаю, что вы помните это обещание. Быть как боги, знающие добро и зло. И сегодня в центре всего находится не творец, а его творение, человек. Везде декламируется человек, как верховное такое существо в этом мире. Сегодня человек решает множество вопросов. Не можешь иметь детей. Тебе не надо быть бездетной, как Саре, много лет. И молиться, прося, чтобы Бог тебе дал чадо, тебе поможет искусственное оплодотворение. Не нравится внешность, которую тебе дал Бог. Пластическая хирургия может из тебя сделать совершенно другого человека. Сегодня даже можно изменить пол при желании. Из мужчины стать женщиной или наоборот. У тебя нет денег. И это не проблема. Пойди в ломбард, пойди в банк, тебе дадут кредит. Не важно, что тебе придется потом полжизни его отдавать. Но сейчас ты можешь иметь то, что ты хочешь, друзья. И казалось бы, что на первый взгляд, в принципе, некоторые из этих вещей и неплохи. Но такой взгляд на жизнь он делает из человека эгоиста, который, по сути, видит только себя. Именно такое мышление поставило сегодня человека, и его цели превыше всего, утвердив его центром мироздания. Но мы с вами знаем, что центром мироздания является Творец. Амин? Вы согласны? Аллилуйя! Бог все сотворил, и только он ведет человечество по своему благому плану, который должен установить Божье Царство на земле, как и на небе. Мы сейчас с вами находимся в развитии этого плана. И на данный момент мы пребываем в Царстве Бога, хотя и живем в этом мире, правителем которого является дьявол. И Ешуа, понимая это, в своей молитве перед кульминацией своего жизненного пути, говорил следующее. Это также Евангелие от Иоанна, также 17 глава, только немножко ранее, 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Ешуа, всю главу, всю 17 главу, он говорит о единстве. Он говорит, чтобы мои ученики были едины, как и мы с тобою. Он говорит, соблюди их, то есть охраняй их, оберегай их, потому что они должны быть едины, как мы с тобой едины, потому что только единство, оно может охранять их, сохранить их в этом мире. Только их единство может помочь им исполнить мою волю, как мое единство с тобой помогло мне исполнить Божью волю, волю Отца. И сегодня, друзья, несмотря на то, что мир хочет разобщить нас, мы должны открыть свои глаза и увидеть ценность нашего единства. Это одна из найважнейших ценностей Божьего Царства. И если мы с вами дети царя, то эта ценность, она должна стать нашей ценностью. Я скажу вам, что мы, как община Свет Мессии, мы определили, что для нас это является ценностью. И мы действительно готовы платить цену, чтобы приобрести, иметь это единство. Теперь позвольте мне задать вам один вопрос. Единство – это то, что надо строить или то, что надо принять? Можно отвечать? Строить. Еще есть варианты? Тогда принять. Если еще варианты, тогда принять. Ну, друзья, я скажу вам, что однозначно дать ответ на этот вопрос тяжело. Я думаю, что это и то, и другое. Но, на мой взгляд, единство – это то, что вначале надо принять как ценность, чтобы потом в этом единстве все более и более утверждаться. Теперь давайте посмотрим, каким образом единство мы с вами строим в общине Орха-Машея. Смотря в Священное Писание, мы видим, что Ешуа утвердил общую цель для всех верующих. Это он сделал в своем великом поручении. Вы все знаете, многие наизусть знают эти стихи. Евангелие Матфея 28, 19, 20. «И так идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Так закончилась Евангелие от Матфея. И таким образом Ешуа установил свою цель для учеников. Вокруг этой цели должна была формироваться жизнь его последователей. Но, читая Писание, мы видим, что уже через какие-то 15-20 лет, после смерти и воскресения Ешуа, Бог разделяет эту цель на два вектора. Проповедь Евангелия евреям и проповедь Евангелия язычникам. Об этом утверждает Раф Шауль, говоря, что благодать Божья, она содействовала Петру. Вы помните, да, этот текст? Содействовала Петру в проповеди Евангелия евреям, а ему, Павлу, та же благодать содействовала для проповеди язычников. И так мы видим, что цель для разных групп верующих стала немного отличаться. В современном христианском обществе эта цель в совокупности с методом ее достижения называется видением. Именно это видение формирует жизнь общины. Послушайте, не бывает церкви или общины, у которой нет видения. Отсутствие видения, если оно не прописано, четко не обоснованно, это тоже, по сути, какое-то видение, как люди видят, как надо строить. Но в любом случае должна быть цель это видение, которое формирует жизнь собрания верующих людей. Если мы посмотрим жизнь вероапостольской общины, то увидим, что единство было неотъемлемой частью жизни сообщества верующих людей того времени. Это выражалось очень и очень явно. Я прочитаю вам деяния 2 глава 44 и 47 стих. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Да, интересно, мы очень часто говорим, вот были времена. Смотрим на первоапостольскую церковь, говорим, вот классно, нам бы так. Что мы читаем дальше? Следующий стих говорит. Господь же ежедневно прилагавил спасаемых к церкви. Но знаете, что самое интересное в этом вопросе? Не то, как происходила жизнь первоапостольской церкви, а вокруг чего это все происходило. Если мы посмотрим контекст этих стихов, то перед этим Петр проповедовал Евангелие. Люди каялись, громадное количество людей приходило к Богу. И все это единство, оно строилось на чем? На проповеди Евангелия. Единство строилось на цели, которую Ишуа оставил для своих учеников. Итак, друзья, я могу смело вам сказать, что единство строится, во-первых, на четком видении. И мы, как община, мы имеем это четкое видение. Оно основано на словах Равшауля. Я прочитаю Римлянам 11 глава, 11-14 стихи. Итак, спрашиваю, неужели, говорится о евреях, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужули ревность в сродниках моих поплоти и не спасули некоторых из них. И дальше с 25 стиха. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от части до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. И мы, друзья, понимая слова Равшауля и понимая Божий замысел в отношении еврейского народа, приняли для себя этим видением достижение Евангелием Царства, Ишуа, Мессии, именно еврейского народа. Это наше видение. Оно ясное, оно четкое. Мы понимаем, что еврейская мессианская община призвана, чтобы проповедовать, во-первых, Иудею. И все наши усилия мы направляем в этом направлении. Но, конечно же, как я сказал, мы не забываем и не евреев, потому что Бог из двух заделал одно. Но все же наш акцент на спасении, во-первых, Иудея, потом Эллина. И я скажу, что если Бог привел тебя в общину, но ты еще не до конца понимаешь, зачем ты здесь, почему такой акцент на евреях, то пройди, во-первых, членские классы. Это первый шаг, который тебе надо сделать. Поговори со служителями, они тебе объяснят наше видение. Начни молиться, чтобы это видение стало частью твоего сердца, чтобы ты действительно стал действительным, а не абстрактным членом общины Свет Мессии. Потому что, друзья, наша жизнь, она формируется вокруг видения, вокруг цели, которой мы движемся. Единство всегда формируется вокруг цели. И поверь мне, когда ты будешь частью команды, твоя жизнь наполнится смыслом. И, следовательно, ты будешь иметь в своем сердце радость от исполнения Божьей воли. Второе, на чем строится наше единство, это люди, которые понимают и принимают это видение, и которые готовы вкладывать свои силы в его исполнение. И на протяжении всего священного писания мы видим, что в достижении каких бы то ни было глобальных целей всегда есть люди. Бог всегда использует людей, которые готовы вкладывать свои силы, свои финансы, имущества, чтобы эти цели достигнуть. Поверьте, то, что мы читали в деяниях, что люди продавали свои имения и жили подобным образом, это потому, что они понимали цель. Послание первоапостольской цели в церкви было таковым, что Ишуа должен был прийти при жизни этих людей. Они на это опирались, и поэтому они не держались ни за что материально. Они готовы были все отдать, потому, что у них была цель. Главная цель – это проповедь Евангелия Ишуа. Утверждение того, что Ишуа есть царь Израиля. Ярким примером, вот одним из примеров, которые мы видим в жизни еврейского народа, это есть момент построения скини по выходу народа из египетского рабства. Что Маше, что делает Маше? Он увидев, получив от Бога это видение, он увидел эту скинию, он передает слова Божьи народу и призывает их к тому, чтобы участвовать в построении скинии. И мы читаем исход, 35 глава, 20-21 стих. «И пошло все общество сынов Израилев от Маше, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и всех, которых распродолгал Дух, и приносили приношение Господу для устроения скиния собрания». Но что мы видим? Собралось все общество, но приношение приносили те, кого располагалось сердце. Люди, которые откликнулись на этот призыв, которые увидели это видение, которые пожелали стать участниками Божьего плана, который он имел для того времени. Мы также читаем историю восстановления второго храма, когда люди, которые понимали Божий замысел для их времени, они оставляли насиженные места, чтобы идти восстанавливать Иерусалим. Поверьте мне, что в Вавилоне евреям жилось очень хорошо. История говорит о том, что банки, вот всевозможные такие конторы, все было в руках евреев, они очень хорошо там жили, но люди были готовы жертвовать свои силы, свои финансы для исполнения Божьей воли. И Писание показывает, что многие оставили Вавилон, оставили, хотя большая группа людей и осталась. Они объединились вокруг видения и посвятили себя для его исполнения. Было ли им просто на тот период? Конечно же, не было. Писание об этом показывает. Вот Ниемия 4 глава, 17-18 стих. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другую держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они и строили. И сегодня вопрос, друзья, к нам с вами. Готовы ли мы строить общину Свет Мессии? Одной рукой производя работы, а другой рукой держа оружие, которое поможет нам противостоять врагу современного человека, эгоцентризму противостоять. Ведь сегодня такое время, которое говорит в центре всего ты. И очень часто мы сами себя успокаиваем в том, что мы устали, у меня тяжелая работа, я много тружусь, пусть или пусть есть другие братья и сестры, пусть служители полного служения занимаются там всеми делами, вопросами устроения, там, здания или так далее. Но это неправильно. Это мышление в духе этого времени. Но дух Писания, дух Божий говорит нам следующее. Евангелие от Луки, 17 глава, 7-10 стих. Это слова Ишоа, которые он говорил нам с вами. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, про возвращение его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажешь ли ему, приготовь мне поужинась и припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю». Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Друзья, наше служение Богу это то, что мы должны сделать. Мое личное призвание это то, что я должен исполнить. Видение моей общины это то, в чем я должен принимать активное участие в теле Мессии. Хотя сегодня очень непопулярное это слово «до», «должны». Мы не любим, когда нам говорят, «ты должен». Мы не любим сами себе говорить, «я должен». Но апостол Павел, он использовал это слово, он говорил, что язычники, должники перед евреями, он не боялся говорить, «вы должны». И Ишуа не боялся, он говорит, «потому что сделали то, что должны были сделать». Он говорил радикальные слова, которые сегодня иногда могут резать нам слух. Но я думаю, что они не должны резать нам сердце, потому что наши сердца должны быть направлены на то, чтобы исполнить Божью волю, исполнить ее на все сто процентов. И я искренне хочу, чтобы мы с вами наше видение, как общины, исполнили на сто процентов. Я вижу Божью руку в том, что Бог, Он дал нам это здание. Он не просто дал нам здание, чтобы мы вокруг этого здания кружили и говорили, «ой, как нам хорошо, ой, прекрасно». Бог дал нам это здание, чтобы это здание наполнилось еврейскими спасенными душами и не еврейскими. Для этого Бог нам дал это здание. И это наше видение, чтобы так и произошло, друзья. И хочу я этого не потому, что я пастырь, а потому, что в моем желании есть сделать то, чтобы община созидалась. Это желание было у меня изначально. Пастырь имя стал намного позже. Я не понимаю, почему, но Бог, вот по непонятным мне причинам, когда привел меня в общину, Он вложил в мое сердце любовь к еврейскому народу. И вот свою жизнь я посвятил на то, чтобы достигать, может, это громко сказано, но я, насколько могу, пытаюсь участвовать и достигать евреев нашего города. Знаю же, что такое желание есть у многих и из вас, друзья. Это наше видение, вокруг которого Бог нас собрал. Бог собрал нас, людей, которые готовы вкладывать все свои силы, чтобы строить общину. И я сейчас скажу, может быть, это будет радикально, или кому-то, может, покажется это слишком резким, но это соответствует истине. Если ты ходишь в общину, потому что тебе нравятся еврейские песни, или, может, тебе нравится эта еврейская атмосфера, может, тебе нравятся комментарии Торы или ход нашего служения, а, может, еще что-то другое, потому что в этом есть что-то новое, что отличается от церкви. Скажу тебе, брат или сестра, что это ни в коем случае не приведет тебя к ощущению того, что ты находишься в семье. Ты не сможешь. Человек, который имеет такое, не имеет состояния объединения в цели, вот этого единства цели, он никогда не почувствует единство с окружающими его людьми, потому что истинное единство мы имеем в нашей цели. Мы объединены с определенной целью, и цель нас объединяет, а эта цель достижения, во-первых, иудея, потом эллина. если ты принял для себя это видение, то приложи все свое старание, все свои силы, чтобы свой дар, который Всевышний вложил тебя, исполнить на сто процентов. Стань тем человеком, который вкладывает готов свои силы, свое время, даже свои, может быть, какие-то финансы для исполнения этого видения. Мы строим наш дом, мы не строим чей-то дом, мы строим наш дом, дом молитвы, общины Орхом и Шея, где люди объединены общим видением, общей целью. Поверь мне, что когда ты начнешь это делать, ты не будешь никогда жаловаться на отсутствие единства, на отсутствие какого-то внимания. Этого не сможет быть, потому что ты будешь частью целого, частью одного. Третье, на чем строится наше единство, это взаимное вдохновение. И что я имею в виду, когда говорю о вдохновении? Очень часто вдохновение воспринимается нами, как слова ободрения, которые нам должны говорить. И сегодня верующие так и живут, им надо, чтобы их постоянно ободряли, чтобы их постоянно вдохновляли, говорили, какие вы молодцы, какие вы умнички, как вы все хорошо делаете, но я не говорю не об этом вдохновении. Сегодня мы можем видеть, что с кафедры всячески пытаются проповедники ободрить, вдохновить, как-то направить, друзья. о каком вдохновении говорю я? О том, о котором говорил Ишуа. Мы прочитали, что Ишуа сказал, что нам не надо ободрения. Он сказал, что нам необходимо понимать о том, что мы рабы Божьи. Мы рабы Божьи, и когда мы делаем, мы делаем то, что должны делать. Я хочу вам прочитать евангельское ободрение, ободрение Писания, вдохновение Писания. О таком вдохновении я сейчас говорю. Это послание фессалоникийцам, первое послание фессалоникийцам. Раф Шауль, он обращается к фессалоникийской церкви, служение которой вдохновляло весь регион. И он говорит следующие слова, прекрасные слова, очень прекрасный текст. 1 фессалоникийцам, 1 глава, 2-7 стих. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая у вас в молитвах наших, не предстая памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа Бога нашего, Ишуа Мессию, пред Богом и Отцом нашим, зная избрания ваши, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были между, каковыми были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахи. Что мы видим, друзья? Церковь в Фессалониках, она вдохновилась. Она вдохновилась чем? В том, что Павел начал ее ободрять, вдохновлять. Нет, она вдохновилась его служением, она вдохновилась его жизнью. И что она сделала? Она стала подражателем ему. Это истинное вдохновение. Когда мы вдохновляемся друг от друга, они вдохновились и стали подражателями Павлу. А это в свою очередь то вдохновение, которое приняли они от него для себя, оно потом вдохновило весь регион. Именно такое вдохновение является залогом нашего единства. Когда мы вдохновляемся от служения друг друга, а это происходит когда? Когда мы служим, когда мы посвящаем свои жизни, когда мы ложим свои жизни ради Бога, ради Евангелия, то люди, смотря на наши жизни, они будут вдохновляться. И тогда это будет происходить в общине, вдохновение, взаимное вдохновение от одного до другого. И тогда будет происходить это единство. И тогда мы с вами попадем в ту цель, в которую Бог направляет нас. Тогда мы исполним наше видение на 100%, потому что мы будем вдохновлены друг от друга. Не проповедник будет меня вдохновлять, а я буду вдохновляться от братьев моих и сестер, которые вокруг меня. И я скажу, друзья, что меня вдохновляет служение многих людей в общине. Я вижу люди, которые работают, у которых семьи, дети, они заняты. Я понимаю, что они много времени посвящают этому, но они при всех своих вот этих стесненных обстоятельствах, они находят время, чтобы служить Богу, активно служить Богу. Меня вдохновляет, я вдохновляюсь от служения вот наших отделов, друзья. Мы видим, как вот, даже взять домашняя группа на жевокзале, несмотря на пандемию, на ограничения, они систематически собираются, служа Паше Катонскому нашему инвалиду, потому что эта семья нуждается в нашем служении, они служат ему и друг другу. Меня вдохновляет наша молодежка, почему? Потому что мы видим новых молодых людей в общине. Меня вдохновляет то, что мы с вами делали, ходили, разносили, подарки на Хануку. И многие люди нас благодарили и были отзывы от вас, что люди говорили, мы хотим уже, ждем, не дождемся, когда закончится эта пандемия, потому что мы хотим стать частью вашего собрания. Меня это вдохновляет и я хочу сказать, что можно о многих из вас сказать примеры личные, я просто не хочу делать личных примеров, чтобы кого-то не забыть и никого не обидеть, но, друзья, мы вдохновляемся друг от друга, примеры служения людей должны вдохновлять нас, и это важная часть служения жизни, общины и формирования нашего единства, и мы, друзья, я скажу, что если у нас правильное мышление, мы вдохновляемся от этого посвященного служения друг от друга, и это приносит плод в моем личном служении, потому что если я вдохновленный, я буду служить с усердием, иметь плод своего труда, и это приносит плод для нас вместе, поэтому я призываю нас трудиться на Ниве Божьей, как для Господа, понимая, что наше посвященное служение может быть для кого-то примером и вдохновением для посвященной жизни. Я призываю всех нас еще раз сегодня понять, что наше видение, наше призвание это проповедь Евангелия, во-первых, иудею, потом Эллин, наше единство построено на этом видении, наше единство построено на людях, на вас, друзья, на тех, которые приняли для себя это видение и которые вкладывают часть себя в достижении этого видения. И наше единство, оно построено на взаимном вдохновении. И я хочу сейчас в конце молиться, друзья. Мое послание подходит к концу, и я понимаю, что тема единства, она очень такая широкая, и хотелось бы сказать еще о многом, но думаю, что будет еще возможность об этом поговорить, но заканчивая, я хочу помолиться во всех нас, я хочу помолиться, чтобы мы, мы все с вами приняли для себя ценность нашего единства, и делали это, взирая на Ишуа, взирая на нашего триединого Бога, понимая, что триединый Бог, Он един, чтобы мы берегли это единство, чтобы мы сберегали эту ценность, как нечто очень важное для нас, и возрастали в этом единстве, чтобы мы смотрели на примеры церквей, первоапостольской церкви, других церквей, которые посвятили свою жизнь, вот церкви в Фессалониках, которые являются примером для нас, чтобы мы научились правильным взаимоотношениям друг между другом, и вдохновляли, и вдохновлялись служением друг другу. Еще очень важный момент, уметь вдохновляться от служения друг другу. И я хочу молиться сегодня у нас, я также хочу молиться, друзья, у тех, кто смотрит нас онлайн, может быть, вы являетесь членом другой общины или церкви, то все, что я сказал, относится и к вам, только в контексте твоей церкви и ее видения. Поэтому, друзья, давайте мы встанем на наши ноги и помолимся Богу, чтобы Он помог утверждаться нам в единстве все более и более. Авину Малкейну, отец нашей царе, святый, мы благодарим тебя за нашу общину, мы благодарим тебя за то, что ты привел нас на это место и ты соделал нас частью этой кигелы, этого собрания, Господь. Боже, мы благодарим тебя, Мошех, за то, что ты, идя свой жизненный путь, путь своего служения на земле, показал нам единство с Отцом, и мы можем иметь такое же единство друг между другом. Господи, помоги нам взирать на тебя, помоги нам учиться от тебя, помоги нам, Господи, быть едиными, как ты един с Отцом. Отец, мы просим тебя, чтобы ты благословил нас и дал всем нам объединиться вокруг видения общины, Господь, чтобы мы стали частью этого видения, чтобы мы приложили все наши силы, все наше старание для того, чтобы это видение исполнить и иметь похвалу не от людей, от тебя. Отец, мы просим тебя, дай нам служить так, чтобы наше служение, оно вдохновляло других служить, и научи нас вдохновляться от служения брата и сестры. Господи, и пусть Твое единство, оно будет видно для других людей, Боже, пусть Твое единство и любовь между нами, оно прилаживает людей к нашему собранию, евреев и неевреев. Боже, мы хотим, чтобы Царство Твое, оно утверждалось в этой общине, чтобы Царство Твое, оно утверждалось в нас, Господь, и чтобы мы утверждали Твое Царство в этом городе. Мы благословляем имя Твое, и мы благодарим Тебя за то, что мы едины, за то, что мы в Тебе, за то, что ничто ни Божий взгляд этого мира, ни Божие мировоззрение этого мира, оно не сможет украсть у нас ценности единства, потому что мы дети Царя, мы дети Бога, благословенное имя Твое. Я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты утверждал в наших сердцах Боже, эту общую цель для нас, чтобы нашу жизнь мы строили вокруг этой цели, чтобы мы были готовы вложить свою жизнь и сказать в конце, мы рабы ничего не значащие, мы исполнили то, к чему мы призваны, потому что мы должники Твои, Ишо, и мы многое должны делать, я не боюсь этого слова, мы должны положить свои жизни в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения нашего. И я благодарю Тебя, Господь, за общину Орхамашиек, я благодарю Тебя за братьев и сестер, которые посвятили свою жизнь для созидания Твоей общины. Спасибо Тебе, Святый, и слава Тебе. Редактор субтитров А.Семкин